МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Все». В течение получаса вы узнаете о самых значимых событиях прошедшей недели. А начнем мы передачу по традиции с обзора главных тем выпуска. Учебные заведения вновь открывают двери. Для студентов филиала Сочинского государственного университета туризма и курортного дела в этом году День знаний стал праздником вдвойне. 400 юных патриотов, 250 ребят из детских общественных объединений, 200 представителей детских хореографических коллективов. Представленных субъектов федерации – 88. Место встречи – «Орленок». Здесь подходит к концу специализированная смена «Команда-21». 330 убитых, 186 из которых – дети. 1 сентября вместо праздника – траур. Годовщине трагедии в Беслане посвящается. Уже пять дней, как закончилось жаркое лето. Птицы потянулись на юг, отдыхавшие на Черноморском побережье, домой. А школьники и студенты – на учебу. 1 сентября во всех учебных заведениях страны звонки возвестили о начале нового учебного года. В Краснодарском крае школы открыли свои двери для 6 тысяч будущих выпускников и 6300 первоклашек. Вместе с новыми учениками школы номер 10 поселка Новомихайловский увлекательную дорогу в мир знаний открывала и наша съемочная группа. И девчонок за косички дергать я не стану. И еще я обещаю, плакать перестану. 1 сентября – поистине волнующий день. Как для малышей, так и для взрослых. Для тех, кто впервые сел за школьной партой, и кто сделал очередной шаг по длинной, но интересной и полной открытии школьной дороге. С выноса флага Российской Федерации и флага Кубани началась торжественная линейка в средней школе номер 10 поселка Новомихайловский, ознаменовавшая начало нового учебного года. Поздравить педагогов, учащихся и родителей с Российским Днем Знаний пришли представители администрации района, а также старейшие жители поселка, ветераны Великой Отечественной войны. Они пожелали ребятам успехов и новых открытий. Желаю вам здоровья, счастья, успехов во всех ваших делах, любите друг друга и будьте нужными нашей отчизне. Всего вам доброго! Напутственные слова в адрес первоклашек произнесли будущие выпускники. 11-классники вручили малышам подарки и проводили на первой в их жизни урок. Темой первого урока нынешнего сентября стал патриотизм. Каким должен быть настоящий гражданин нашей страны, ребятам рассказали их учителя на уроках гражданственности. Когда поднимают государственные звуки? Когда праздники происходят. Еще когда поднимают государственные звуки? Перед началом учебного года особое внимание было уделено вопросам антитеррористической безопасности. При подготовке к 1 сентября все российские школы, в том числе и нашего поселка, были обследованы кинологами. Транспорту запретили останавливаться рядом с учебными заведениями в радиусе 50 метров, что также способствовало безопасности школьников. 4 сентября юные орлята в очередной раз убедились, что игра – дело весьма серьезное. Тем более, если она связана со спортом. Целый день представители всех семи лагерей состязались в силе и ловкости. Не где-нибудь, а на общеорлятском спортивном празднике. Спортивная лихорадка поразила мальчишек и девчонок центра, причем всех одновременно. С самого утра на спортивных и неспортивных площадках «Орленка» ребята соревновались на смелость, ловкость и даже ползучесть. Давай, 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 еще чуть-чуть. Доказать, что в команде нет слабого звена, старались все. Через силу и слово «не могу» ребята шли к заветной цели. В это же время у моря проходили испытания для тех, кто любит пляжные виды спорта. Молодцы, 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 молодцы! Болельщики к соревнованиям подготовились основательно. Выучили кричалки, соорудили пипедастры и за считанные дни придумали танцы. И все это не только ради настроения, а в первую очередь для дополнительных баллов, ведь работа болельщиков оценивалась жюри. Ощущение очень замечательное, то, что мы поддержали нашу команду, то, что они сейчас должны выиграть обязательно, они лучшие, и мои лучшие, и звездные лучшие! Пока проходили морские эстафеты в одной части пляжа, на другой мирно возводили свои замки юные архитекторы. По их словам, самое выгодное место для строительства – это, конечно же, у воды. Там песок мокрый, а значит и строят легче. Тем же, кому досталось лишь место под солнцем, добывали мокрый песок с помощью лопаты. Ну, мы придумали этот макет в семействе, это будет огромный дозорный замок. А что в нем будет такого интересного? Это наш пока секрет. Пока мы не скажем пока. За считанные минуты песчаный пляж детского лагеря Комсомольский превратился в выставку архитектурных шедевров на радость зрителям и гордость жюри. Мы только начали оценивать и отсматривать этот конкурс, поэтому пока сложно сказать. Но, судя по всему, работы достаточно необычные. И, в общем-то, некоторых сооружений за все лето во всех конкурсах песчаных скульптур еще не было. Вечером этого же дня орлята собрались на Большом стадионе центра для подведения итогов большой спортивной игры. Трибуны ликовали, жюри волновалось, а зрители и гости центра находились в предвкушении праздника. И вот через несколько минут неожиданно для всех в небе появились настоящие самолеты. Летчики Краснодарского аэроклуба показали искусство высшего пилотажа. За всем происходящим в небе зрители наблюдали, затаив дыхание. После выступления спортивных самолетов в небе появились парашютисты. Все мастера спорта. Гордость Краснодарского края. На этом сюрпризы для орлят не закончились. На стадионе появились спортивные мотоциклы. Гонщики не менее виртуозно показывали свое мастерство и умение владеть железным конем. Среди мастеров мотоспорта генеральный директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус. Сегодня нужно быть успешным, можно быть успешным, только если ты здоров физически и морально. Для этого нужно постоянно тренировать душу и тело. И вот не бывает так, что человек очень силен душой и хил здоровьем. Обычно это всегда заканчивается печально. Но я думаю, что все здесь присутствующие уже поняли, что здоровье физическое, здоровье моральное прежде всего. И вот это здоровье нужно направить на здоровье нашей страны, чтобы страна была здоровой, успешной, респектабельной и лучшей в мире. Она того заслуживает. По итогам соревнований генеральный директор вручил юным спортсменам памятные призы и подарки. А вот судьба переходящего кубка осталась прежней. Побед у детского лагеря «Звездный» в различных соревнованиях больше. Следовательно, кубок остался у прежних его обладателей. Ой, знаете, столько эмоций, такая бурная, там все так бурлит, бурлит, знаете. Вообще, я очень рада, мы вообще молодцы, очень дружная команда. И мне вообще понравилась наша команда, вообще, все супер. «Звездный логик!» Елена Вскритник, Олег Гилев, телекомпания «Орленок ТВ». Без чего не обойтись в школе, училище или вузе? Что помогает скоротать томительные часы ожиданий или скрасить часы досуга? Конечно, интересная и познавательная книга. 1 сентября в Орленке на книжной ярмарке был представлен целый спектр литературы, которую в центр привезли представители книготоргового предприятия. День знаний для проведения ярмарки был выбран не случайно, ведь основной профиль адыгейского республиканского библиотечного коллектора – детская познавательная литература. Школьные учебники и сказки для самых маленьких соседствуют здесь с историческими энциклопедиями и прочими научно-просветительскими изданиями. Прекрасная красочная литература, подтвержденная гигиеническими сертификатами, что немаловажно для детей от дошкольного возраста и заканчивая старшим школьным возрастом. Помимо детских книжек на ярмарке широко представлена художественная и специализированная литература. Особый интерес у детей вызвали в книге по кулинарии. Я знаю, что мама любит готовить, и купила ей две книжки. Одно полностью все блюда, а другие только пироги, потому что она любит очень печь пироги. Не обошлось здесь и без традиционных ярмарочных развлечений. С силами детского волонтерского отряда «Звезда» детского лагеря «Звездный» организованы творческие площадки. Оригами, ходьба на ходулях, массовые игрища и прочие народные забавы. Книжная ярмарка уже не в первый раз проводится в Орленке, но адыгейский республиканский коллектор впервые представил свою продукцию на базе Всероссийского детского центра. Руководство фирмы надеется на дальнейшее сотрудничество, а в свою очередь и впредь обещает радовать «Орлят» самой новой и качественной отечественной литературой. Артем Демин, Геннадий Сальников, телекомпания «Орленок ТВ». Сетка вещаний всех без исключения телеканалов изобилует на первый взгляд программами на все вкусы. Но, как отмечают специалисты, качественных передач для детей и подростков в этом числе, к сожалению, катастрофически мало, даже на центральном телевидении. Каждый из каналов пытается решить эту проблему по-своему. Например, в планах телеканала «Звезда» масса задумок по расширению своего вещания для подростков. Одна из них – создание ток-шоу для ребят, пробная версия которого снимается в эти дни в Орленке. На месте событий побывала наш корреспондент Ирина Прасолова. Сводное совещание перед началом съемок. Руководство «Орленка» и группа телеканала «Звезда» во главе с Владимиром Грамматиковым уточняют последние детали предстоящего совместного проекта. Обсуждается время и место съемок, необходимые атрибуты и, конечно, цели и задачи будущей передачи. Есть абсолютно убежденные взрослые, которые считают, что никакого-то шока с сегодняшними подростками сделать невозможно. Что они хитрые, что они уже изловчились, что они никогда не будут откровенны, что они не нуждаются в регламентациях и советах. Я говорю, а мы не будем никому ничего советовать регламентировать. Мы просто будем с ними вместе проговаривать то, о чем они хотят поговорить, то, что их волнует. Я говорю, никто не будет говорить «живи так-то» или «так не живи». Конечно, сложно нам будет. Как-то нам нужно добраться до их исповедальных вещей. Нам нужно добраться до их искренних, откровенных вещей. Потому что вы-то уж очень хорошо знаете, что с подростком только может быть откровенный разговор. Почувствует фальшь, ку-ку, му-ку. Все. Юмор, ка-ке, начнется коллективное пу-пу-пу-пу, и ничего мы не получим в результате. Но будем вместе пробовать, вместе будем как-то делать подходы и какие-то методы. Орленок Ирэнши становился площадкой для съемок центральных телеканалов. Здесь над некоторыми выпусками «Яралаши» работал Борис Грачевский, а Ангелий Новов над передачей «Песенка года». Владимир Грамматиков признается, что выбор места съемок для проекта телеканала «Звезда» не случайен. И с ним связаны особые планы. Почему Орленок? Вы знаете, тут многое есть обстоятельств. Во-первых, это среда. Во-вторых, в Москве, поверьте, невозможно снять искреннее, откровенное ток-шоу. Там уже все зализано. Там уже есть штатные люди, которые ходят в студию. От них избавиться невозможно. Они каким-то образом проникают. И ток-шоу переходит из одного в другое. И, в общем, это такая там, я не знаю, как это назвать. И мы хотим и социально-гражданское. Я, персонифицированные будут вопросы. Это потом. Следующий блок. Когда мы уже потом производственно тоже вместе обсудим, нужно будет приезжать и снимать сразу там четыре программы. Это экономически выгодно, понятно. И по подготовке. И там будут передачи. Я и мой президент. Я и мой губернатор. Я и мой директор школы. Я и мои родители. Я и там моя любовь. И вот съемки начались. Впереди три дня напряженной работы вместе с детьми на разных площадках центра. Тема передачи одна. Каким может быть новое подростковое ток-шоу? Специфика первых съемок в том, что пока постоянного ведущего нет. На эту роль пробуются сотрудники разных отделов центра. В их числе и корреспондент телекомпании «Орленок ТВ» Елена Скрипник. Проще, конечно, сидеть в студии и говорить «Здравствуйте, уважаемые телезрители!» Мы рады вас видеть и так далее. Но интереснее общаться с живыми людьми. Потому что камера – это камера, а живые глаза, которые горят, тем более это глаза детей, это намного круче. Как признаются ребята, ставшие участниками ток-шоу, для них съемки – неожиданный и весьма приятный сюрприз. Конечно, сначала волновались перед камерами, но потом вошли в роли. И обсуждали предложенную тему уже с удовольствием, совершенно забыв, что находится перед камерами. Мне стало интересно впоследствии, наверное, посмотреть это ток-шоу, что мы сегодня надумали, какие заготовки для него сделали. Ну, в принципе, мне понравилось общаться с моими сверстниками, которые тоже. Ну, были некоторые, которые ввели себя пассивно в обсуждении, а некоторые, с которыми было интересно разделять их мнение или наоборот. Как бы предлагать что-то свое. Пока это только пробные съемки. Представители звезды присматриваются к обстановке. Но, как они говорят, уже сейчас ясно, что продолжение не за горами. И в недалеком будущем «Орленок» станет одним из основных мест для создания подростковых проектов телеканала. Ведь где, как ни в стране детства, снимать передачи для ребят и про ребят? Для студентов филиала Сочинского университета туризма и курортного дела 1 сентября – двойной праздник. Новый учебный год начался для них в новом здании. Теперь занятия филиала «Сгутика», как сокращенно именуется этот вуз, проходят в бывшем помещении прогимназии «Орленка». Студенты с радостью обживаются на новой территории. Особенно Арияна за дело взялись первокурсники. Очередной день новые испеченные студенты «Сгутика» встречают за учебными партами. Но ручки-тетрадки, как ни странно, оставлены дома. У ребят традиционный для филиала – недельный инструктивный сбор. Утро начинается с соглашения плана на день и распределения поручений. Первым делом в списке – обустройство территории. Конечно, вытирать пыль и носить табуретки, когда все сверстники мило слушают лекции в аудиториях, немного обидно. Но первокурсники относятся к этому делу очень ответственно. Ведь кто, если не мы, говорят студенты. К тому же уборка – лишь маленькая часть большой творческой программы инструктивного сбора. Пытаемся наладить здесь обстановку уютную в нашем колледже, чтобы нам здесь было приятно учиться. Впечатлений много. Ну как, мы пришли, никого не знаем, так сели, думаем, ну все, вообще, что мы будем делать. Мы поделились на команды, мы выбирали командиров. Ну, в моей команде меня выбрали командиром. Ну, нормально, короче, было. Мы сами не заметили, как мы перезнакомились, даже подружились с другими людьми. В общем, здорово, классно. По их настроению, по их горячим глазам видно, что ребята рады своему поступлению и своему, так скажем, обозримому будущему в качестве студентов. Безусловно, бывшее здание прогимназии находится не в идеальном состоянии и требует ремонта. Но по словам студентов, которым доселе приходилось делить здание вуза с малышами детского сада Теремок, это мелочи жизни. Они уверены, что со временем новый дом с Гутика обживется и станет самым настоящим студенческим городком. Артем Демин, Геннадий Сальников, телекомпания Орленок ТВ. Красный звезд. Многие в юном возрасте по воле родителей или по собственному желанию совмещали учебу в обычной школе с занятиями музыкальной, например, по классу фортепиано. Для Артема Щербакова игра на этом инструменте стала не просто увлечением. Талантливый пианист в свои 17 лет учится уже на втором курсе Гнесинского училища, экстерном, закончив школу. Благодаря своему дарованию юноша заслужил весьма внушительную именную стипендию. Музыка для Артема стала своеобразной философией жизни и новым мироощущением. Занимаясь на фоно 7 лет, он добился головокружительных успехов. В 11 он победил на конкурсе Шостаковича. Затем было множество областных, региональных, международных турниров и везде призовые места. Но, как признается юный пианист, успех и слава для него не главное. Для меня большая награда, когда ко мне подойдет кто-нибудь в укромном месте, мой друг скажет, и мне скажет, спасибо тебе, ты мне подарил что-то там, свет и любовь. Несмотря на свой юный возраст, Артем с успехом гастролирует по стране. Недавно у него был концерт в Московской оружейной палате, где волею судеб оказался человек, по достоинству оценивший талант Артема. Спустя несколько дней юному пианисту назначили именную стипендию фонда Розума. Я пока не знаю, что, может быть, потом что-то случится, и я решу это бросить. Не знаю, может, я уже три раза пытался. Но, в принципе, иногда я понимаю, что все-таки, может быть, это и часть, может быть, это часть моего какого-то пути, без которого нельзя просто. Через несколько месяцев Артем уезжает на гастроли за границу. Первые из них пройдут в Париже, затем талантливого пианиста ждут в Испании и Америке. По словам Артема, большие концертные залы его не пугают. Наоборот, мне легче играть, когда много зрителей. Я именно играю от сердца, то я дарю им часть себя, возможно, и как бы пытаюсь излечить их скорби и беды. Вот, если так получается, то они уходят домой, как бы, ну, на крыльях, ну, такое было, ну, часто бывало. Вот, а я ухожу наоборот, это, как бы, иногда истощенный, иногда просто очень спокойный. Я мечтаю стать знаменитым и популярным, говорит Артем, только для того, чтобы заниматься благотворительностью. Это моя искренняя мечта с самого детства. И я постараюсь сделать все возможное, чтобы она осуществилась. Любители классической музыки смогут насладиться игрой Артема Щербакова на концерте, который состоится в зале Дворца культуры и спорта сегодня, 5 сентября. Начало в 22 часа 30 минут. И о других событиях. В Орленке подходит к концу очередная смена. В течение 21 дня на базе лагерей Центра по нескольким направлениям реализуется специализированная программа «Команда-21». Лидеры из 88 регионов нашей страны обмениваются опытом, формируют новые идеи работы в данном направлении, реализуют совместные проекты. Итоги спецсмены и юные и взрослые ее участники подводят на пресс-конференции. Участниками пресс-конференции по итогам специализированной смены «Команда-21» стали лидеры детских лагерей, представители краевых средств массовой информации, журналисты детского пресс-центра «Орленка», организаторы смены и администрация Всероссийского детского центра. С приветственным словом к участникам пресс-конференции обратился генеральный директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Васильевич-Джеус. В своем выступлении он подчеркнул важность продвижения в «Орленке» идей, связанных с деятельностью детских общественных объединений, что в свою очередь позволяет поддержать их как на региональном, так и на федеральном уровнях. Говоря сегодня о том, что происходит в стране, мы четко должны представлять, что «Орленок» не живет в отрыве от того, что происходит в стране. Он часть происходящего в стране, наверное, лучшая часть. И вот лучшую часть давайте вместе будем развивать. Держали слово и сами участники команды 21 века. Для них «Орленок» стал не просто страной детства, но и первой ступенькой во взрослую жизнь. Ведь многие проекты ребят, реализуемые в настоящее время в регионах, стартовали именно в «Орленке». Пусть будет как много больше. Давайте вместе делать общие дела, учредивая то, что уже сделано определено патриотическими клубами, клубами по месту жительства и детскими общественными объединениями. Давайте делаем фракт на встречу друг с другом. И только вместе мы можем делать так, чтобы будущее нашей страны было счастливым. Свой выбор мы уже сделали. Дело за вами. Выступление юных граждан вызвало бурную реакцию журналистов. А кто такой лидер? Какие цели ребята ставят на будущее? И каковы политические предпочтения молодого поколения «Орлят»? Многочисленные вопросы не остались без ответа. Мы нам не безразлична судьба нашей России, нашей Родины. И мы идем к цели, чтобы изменить кто-то к лучшему. И в конце концов мы придем к чему-то идем к целому. Опять же, все это пойдет на благо России. Наша цель и наши стремления не ограничиваются государственными думами. Пока их цели несколько наивны и глобальны. Изменить жизнь в стране к лучшему. Сейчас они не знают, как это сделать. Но зато у ребят есть огромное стремление и желание творить. А еще они убеждены, что смогут повести за собой. Что их идеи не останутся без поддержки. И всегда рядом будет команда заинтересованных и неравнодушных к общему делу людей. Артем Демин, Геннадий Сальников, телекомпания «Орленок ТВ». В числе ребят, которые побывали на смене, были и 200 представителей Белгородской области. Их участие в специализированной программе «Команда-21» стало возможным благодаря руководству фирмы «Интека». Одного из ведущих производителей пластмассовых изделий в России. По словам вице-президента фирмы Виктора Батурина, в планы «Интека» входит и дальнейшее сотрудничество с «Орленком». Куда фирмой будут отправляться дети из разных регионов страны, где есть филиалы предприятия. У многих-многих людей, наверное, никогда не представится возможность побывать на море именно в том возрасте, когда на море надо быть, понимаете. Потому что потом, когда он заработает денег и поедет на море, это совсем другое, чем он поехал на море в 9, в 10, в 11, в 12 лет, своими соседями по квартире, по селу, с кем он дружит, играет, учится в школе. И вдруг он перемещается на какое-то время в другой мир, и там же со своими друзьями живет какой-то другой жизнью. Поэтому, конечно, сотрудничество с «Орленком» будет продолжаться. И мы очень благодарим и сам «Орленок», и всех руководителей лагеря, и края Коснодарского, которые нам уже не первый раз дают возможность сделать это. Во всяком случае, каждый год, две смены, мы будем отправлять детей, которые работают на территории, где у нас есть какое-то производство, они будут ездить в «Орленок». Одно из направлений, которое реализовывалось в рамках программы «Команда-21» в детском лагере «Комсомольский» – Всероссийский слет юных патриотов, который собрал в «Орленке» 400 представителей военно-спортивных, поисковых, патриотических клубов и объединений из 54 регионов страны. В числе мероприятий, прошедших на слете, объединенное торжественное заседание участников съезда представителей патриотических объединений России и участников смены «Команда-21». Всероссийский слет юных патриотов подошел к своему логическому завершению. За три недели ребята приняли участие в различных мероприятиях, направленных на формирование уверенности в себе и своих силах, на развитие чувства товарищества, умение работать в команде и, что самое главное, духа патриотизма. Сегодня Россия не может жить и не может развиваться без искренней любви к ней. А искренняя любовь к Родине – это и есть патриотизм. Я еще раз хочу подчеркнуть, это не значит, что патриотизм – это только отстаивание с оружием в руках нашей независимости, безопасности, наших рубежей и так далее. Но это дело каждого, вклад каждого и молодого, и взрослого человека в становление нашей новой молодой государственности. Одним из завершающих мероприятий стало объединенное торжественное заседание участников съезда представителей патриотических объединений России, проходящего в отец Дневного Российский, и юных участников тематической смены «Команда-21». Здесь ребята и взрослые обсудили проблемы и перспективы развития патриотического воспитания российской молодежи на ближайшее время. Ирина Прасовова, Геннадий Сальников, телекомпания «Орленок ТВ». Еще год назад небольшой город Беслан в Северной Осетии не был так широко известен до трагических событий в школе номер один. Сегодня этот город вошел в список тех, с которыми будет непосредственно связано слово «терроризм». Годовщине трагедии в «Орленке» отнеслись с особым трепетом. 3 сентября во Всероссийском детском центре прошла акция «Молодежь против терроризма». Разве для смерти рождаются дети? Разве хотели вы нашей смерти? Очередь автомата ударила в небо. Слышится голос. За что нам все это? У столба мира во Всероссийском детском центре вспоминают жертву страшных событий в Беслане. Вспоминают не только взрослые, но и дети. Акция «Молодежь против терроризма», которая приурочена годовщине трагедии, стала для ребят важным этапом осмысления такой серьезной проблемы, как террор. Во время общения с ребятами, подготовки всех мероприятий, что самое поразительное, произошло чудо. Переход от пассивной роли, когда они ожидали, что взрослые, и первое обращение, которое мы писали с детьми, от имени детей, с помощью детей. В основном дети обращались к взрослым, помогите, защитите. Но во время обсуждения и подготовки изменилась позиция детей, и они приняли и осознали, что каждый ребенок в состоянии внести определенный вклад в сохранение мира, что каждый ребенок может своей любовью, своей мудростью, своей силой, силой духа изменить ситуацию, сделать так, чтобы в мире стало больше тепла и света. Кто-то из великих сказал, что в мире стоит бояться лишь людей равнодушных, ведь только с их молчалевого согласия на нашей земле происходит предательство и убийство. Как показала акция, среди юных орлят не оказалось равнодушных к проблеме терроризма. Каждому из них хочется жить в мире и согласии. Символом тому стали бумажные журавлики, которые ребята мастерили своими руками. Надо сказать, очень приятно, что такие акции проводятся, что проблемы терроризма, они не остаются просто политическими проблемами, что в этом участвует еще молодежь. Очень здорово, что многие заинтересованы. Вот такие, такое чувство патриотизма вызывает. Я считаю, что такие акции, они очень важны для молодежи, потому что молодежь – это будущее России. Если молодежь будет изосновать, насколько это важно, быть добрыми друг к другу, уважать друг друга, то и в будущем проблем станет намного меньше. Кроме того, в рамках акции ребята в каждом из семи лагерей Орленка сшили одеяло-обереги. Символы любви, добра и заботы друг о друге, о своих близких и всех окружающих людях. Эти одеяла будут согревать ребята взрослых, нуждающихся в помощи и духовной поддержке. Одно из них отправится в Беслан. Подобные дела, говорят, ребята очень объединяют. А единство – один из верных способов решения многих проблем. Только объединившись всеми силами, всей страной, всем миром, только тогда мы сможем как-то спастись или, не знаю, обезопасить себя от всего того террора, ужаса, который, к сожалению, сейчас происходит как в нашей, так и в других странах. С годами это, к сожалению, забывается. Возможно, не к сожалению, возможно, даже к счастью, но мы должны помнить этих детей, мы никогда не должны забывать. Мы должны помнить, что угроза есть, но мы не должны зацикливаться на этом. Мы должны бороться, и в то же время мы должны жить спокойной жизнью. Бумажные журавлики прикреплены к столбу мира, подписаны обращения к подросткам и народам всего мира, к президенту Российской Федерации. Вдоль одеяла берегов проходит живой поток из участников акции. Каждый прикасается к ним, чтобы загадать заветное желание или просто черпнуть энергии, которая в эти обереги вкладывалась. Кто-то, наоборот, делится частичкой своего тепла и любви. Какой бы ни была цель прикосновения, все их объединяет одно – память о трагедии и желание, чтобы такого никогда не повторилось. Ирина Прасолова, Олег Гилев, телекомпания «Орленок ТВ». События 1 сентября 2004 года вспоминали не только в «Орленке». В этот день скорбила вся страна. 3 сентября региональные телекомпании, в том числе и «Орленок ТВ», поддержали акцию «Интерньюз», посвященную годовщине трагедии. И сегодня мы в конце передачи вновь отдаем должную дань памяти жертв террористического акта в Беслане. В этом году я в школу пойду С новым подвелем у всех на виду С завистью всех, как видит весь народ Надо же, в школу с подвелем идёт Вот это тот самый спортивный зал, но год назад Вот эти мальчики просто дают интервью юному корреспонденту Золине Багазовой А вот эти кадры облетели весь мир Золина была там, но ей удалось убежать Линейка должна была уже начаться, но мы стояли с края у нас Одесса-класса у входа стоят И когда начали туда бежать, ну хлопушки Мы подумали, что просто кто-то хлопушки взрывает И мы начали убегать Ну а потом, когда мы их увидели Мы сначала двоих увидели, они с той стороны бежали, с стороны рельса И у них были автоматы Мы так испугались, у нас там остались родственники, родители Мы поэтому очень перепугались И мы, телефоны не работали И мы не знали, как связаться, позвонить остальным Все всегда считали, что это где-то далеко А когда это где-то близко, это в это не верится И до сих пор не верится Золина Багазова, корреспондент нашей программы Ей, к сожалению, пришлось быть очевидцем И это было в ее родном городе В 16 лет она смотрела смерти в глаза Золина с сестрой приходила в светлую, чистую школу К родным и любимым учителям и одноклассникам Каждый столько о себе думал Все говорили, это меня не касается А теперь это касается всех И сейчас уже говорить, кто виноват, очень сложно Сегодня жертвами террора стали дети А что будет завтра? Почему мы не можем без опаски выйти на улицу? И кто эти создания, которые решают за нас Жить или умереть? И для меня это очень тяжело Я потеряла стольких людей, которых я знала Которых я любила, с которыми я дружила Уже не говоря о моих близких непосредственно А уже если говорить о тех людях, которых я знала Которые дружили с моей сестрой Это очень тяжело вот так Ну, так рано потерять близких Все странным туманом вокруг затянулось Как страшный, ужаснейший сон И вместе с надеждами в небо взметнулась мольба С тишиной в унисон Мольба матерей И любимых И близких И чье-то спасибо И чье-то за что И то, что случилось так страшно и быстро Никто не забудет Никто и ничто Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»